Уважаемые участники семинара нашего любимого, сегодня у нас выступает Веселова Юлия Александровна и Корбекян Даниил Санвелович, не знаю, будет он или нет, который расскажет нам одновременную манипуляцию и неполную информацию. Мне лично всегда казалось, что тематика манипулирования несколько преувеличена, потому что очень трудно. Чтобы успешно манипулировать, надо знать хорошо предпочтение всех участников. Я надеюсь, что нам сегодня более точные утверждения на эту тему будут доложены. Пожалуйста, Юля. Спасибо, Владимир Иванович. Я уже выступала на вашем семинаре несколько лет назад, может быть, даже с докладом по неполной информации. До этого выступала с докладом про манипулирование без неполной информации. И вот в том числе и ваши комментарии богатые мне помогли сделать вот такие дополнения к модели, чтобы приблизить ее несколько к реальной ситуации и показать, что действительно эта проблема манипулирования не такая уж и проблема. Вот какая была мотивация этой работы. Давайте начнем. Значит, установка задачи такая. Задача агрегирования предпочтений рассматривается множество избирателей для того, чтобы получить какое-то коллективное решение. По решениям принимается выбор одной наилучшей альтернативы, как бы, да? Да, да. Одна наилучшая альтернатива. Манипулирование со стороны избирателей – это явление, когда избиратели искажают свои предпочтения с целью изменить коллективное решение в лучшую для них сторону, более выгодный для себя результат, чтобы получить. Ну и, естественно, когда у человека, у избирателя есть возможность влиять на результат голосования, то, конечно же, это естественным образом ведет к манипулированию. Потому что если ты можешь повлиять на результат голосования в честном голосовании, твое мнение учитывается как-то, должно учитываться, то никто не запрещает эту возможность использовать его в нечестных целях. И в этом смысл результата теоремы Гиббарда Сеттеруэйта, которая говорит о том, что если у нас есть больше от трех альтернатив избирателей, то у нас манипулирование. И любые предпочтения как бы… Да, да, не запрещены любые предпочтения. Потому что если какие-нибудь однопиковые, то… Да, да, на ограниченных множествах допустимых предпочтений, конечно, может быть что-то другое. Появилась недавняя работа… Ну, такая теорема Гиббарда Сеттеруэйта, она доказана для разных моделей, для разных случаев манипулирования. Ну, смысл вот приблизительно один. Возможность влиять на результат голосования ведет к манипулированию. Да, правило не диктаторское. Недавно появилась модель для манипулирования при условии неполной информации в работе Рейнгут-Эндриса. Предложена была такая модель. Ими доказана теорема аналога, теорема Гиббарда Сеттеруэйта, что в случае, если мы можем вычислить результат голосования, если у нас есть неполная информация какая-то у профиля, но по этой информации мы можем вычислить результат голосования при любом нашем искажении предпочтений, то это все равно, что полная информация. И теорема Гиббарда Сеттеруэйта тоже справедливо. Если правило не диктаторское и число альтернатив больше двух, то правило подвержено манипулированию. Вот, но подвержено правило манипулированию это естественно. Но вопрос в том, а насколько подвержено, то есть насколько эта проблема в условиях неполной информации, насколько она действительно значительна. А вот тут имеется в виду манипулированность индивидуальная или коллекционная тоже? Изначально, конечно же, первая базовая рассматриваемая модель это индивидуальная модель. В своей работе первой по исследованию степени манипулируемости при неполной информации я рассматривала индивидуальное манипулирование. Это вот публикация 2020 года. Но рассмотрела также и коалиционное манипулирование при неполной информации. Несколько позже еще не опубликована работа. Смысл такого исследования в том, что мы рассматриваем, хотим сравнить правила. И для этого рассматриваем доли манипулируемых профилей среди всего множества профилей предпочтений. Имеется в виду манипулируемый профиль, значит в нем есть избиратели, которые имеют стимул исказить свои предпочтения, имеют стимул манипулировать. Такая задача многократно рассматривалась в условиях полной информации, как для индивидуального манипулирования, так и для коалиционного манипулирования с контур-угрозами. И в условиях неполной информации работа тоже есть. Цель этой работы – посмотреть как неполная информация, то есть неопределенность относительно ситуации, и относительно того, какие предпочтения у остальных участников, как она вместе с неопределенностью относительно действий других участников, к чему она ведет. То есть было интересно посмотреть, а не исчезнет ли манипулируемость совсем. Вот такая была гипотеза. Ну и перейдем к модели. У нас имеется множество избирателей, обозначаем мы его за n. n – маленькое количество избирателей, x – множество альтернатив, их количество m. Предпочтения каждого избирателя представлены линейным порядком. Профиль – вот такая жирная p – это множество предпочтений всех избирателей. И за p – это и обозначаем предпочтения всех избирателей, кроме итого. Правила коллективного выбора ставят соответствие каждому профилю, какое-то подмножество альтернатив, которые являются победителями голосования. То есть, возможно, ничьи. Для устранения ничьи применяется разрешающее правило. Используем алфавитное правило. То есть предполагаем, что задан некоторый линейный порядок на множестве альтернатив. И в случае ничьи у нас выбирается альтернатива, недоминируемая по этому отношению, вот этому линейному порядку ПТ. То есть выбираем альтернативу или участника кандидата, который выше в каком-то списке, который вот у нас есть. Неполная информация, она моделируется при помощи функции публичной информации, которую мы обозначаем за ПИ. И она может быть… Ну, это не мое решение обозначать. Это ПИ, это то, что было в литературе до этого, использовалось. Ну, и я тоже стала обозначать это как ПИ. Рассмотрим мы здесь всего четыре функции публичной информации, но, на наш взгляд, наиболее ключевые из тех, которые рассматривались вообще. Вот первый профиль – это случай полной информации. Нам известен весь профиль по профилю. Функция публичной информации ранг выдает нам ранжирование альтернатив по правилу F. Для некоторых правил ранжирование строится естественным образом, как для правил подсчета очков. То есть мы ранжируем альтернативы на основе количества очков, которые они получают. Но не для всех есть такая функция очков. И для некоторых правил такое ранжирование, которое, естественно, может быть слабым порядком, не обязательно все альтернативы упорядочены в линейку, как в линейном порядке. Для некоторых правил этот слабый порядок ранжирования задано, ну, дополнительно задано. То есть, например, если у нас правила с выбыванием, как, например, правило полосов, правило с выбыванием, то те альтернативы, которые выбыли раньше, они считаются, что они стоят ниже, чем альтернативы, которые перешли на следующий этап. Извините, пожалуйста, я вот просто, чтобы понимать, вот каждый участник заинтересован как бы, чтобы победил именно его альтернатива, а ему не, скажем, если какая-то близкая победит, это ему ничего не холодно, или как? Как именно ему, участнику, нужно манипулировать, мы сейчас вот об этом тоже поговорим. Нет, не манипулировать, потому что чего он хочет. Ему важно, чтобы его был кандидат, или ему хочется, чтобы близкий хотя бы победил. Не обязательно его любимый кандидат, но чтобы результат был лучше, чем был до этого без манипулирования. Просто лучше, выше у его предпочтений. Скажите, пожалуйста, вот у вас во втором пункте ранжирование альтернатив согласно правилу F, а правило F я раньше вот смотрю и не увидел, только разрешающее правило T, а правило F как бы не было. Это правило коллективного выбора. А, все, извините, не увидел. А, извините, вот это правило T, оно вот только для, как бы, так сказать, для избирательной комиссии, и у каждого свое может быть правило T. Нет, нет, оно едино для всех, и его все знают, что применяется. Следуйте, вот если при равных, все хотят выбрать именно вот того, кто первый в этом порядке, не Т. Да, не то, чтобы все хотят, но есть вот некий порядок, на основе которого мы разрешаем ничьи. Вы не все перечислили, там еще же какие-то другие публичные информации. Еще третья и четвертая. Спасибо. Функция публичной информации победитель, winner, это множество победителей до применения правила, разрешающего правила, устранения множества. То есть вот то, что получилось после применения правила коллективного выбора. Если все его знают, это все равно, это то же самое? Если все знают правила вот Т, скажем, F? Если все знают правила Т и знают множество победителей, они могут вычислить, конечно, результат, результат. Но если мы не знаем множество победителей, вот как в последнем случае, мы знаем уже после применения разрешающего правила. Подождите, все-таки вот функция публичной информации. Третий случай, это когда все знают множество выиграющих альтернатив. Да? Ну и это некоторые случаи, которые вы рассматриваете. Или это не очень содержательный случай? Нет, его как раз мы рассматриваем, это дано. Мне кажется, это важный случай. Хорошо, а в чем здесь возникает проблема, если мы знаем множество выиграющих альтернатив, и на них повлиять мы не можем или все-таки можем? Ну, сейчас... Или мы можем повлиять на выбор из множества выиграющих альтернатив? А мы можем изменить свой профиль, и тогда изменится ФАП. Да, сейчас... Тогда? Так, так. Ага. Есть предпочтения изначальные у коллектива какие-то вот искренние их предпочтения, которые мы обозначаем профилем П. Ага. Затем, ну, такое вот умопостроение, да, применяется. Мы предполагаем, что проводится некоторый предварительный опрос избирателей, и они сообщают свои искренние предпочтения этому опросу. по этому опросу собирается вот информация и агрегируется некоторым образом. Вот в зависимости от того, какая у нас функция публичной информации, то нам и становится известно, избирателям становится известно о настоящем профиле предпочтений. Но при этом кроме нас кто-то еще может изменить, и это как с равновесием по НЭШу. То есть мы предполагаем, что остальные не меняют, когда манипулируем, а остальные на самом деле меняют. Могут менять. Вот. То есть вот пи от п это то, что нам известно о профиле. И после того, как мы получили вот эту информацию, мы уже думаем, что заявлять на голосовании. Понятно. То есть какие предпочтения выдавать процедуре. То есть на основе вот этой информации мы принимаем решение. То есть нам может не быть известен весь профиль, как в стандартной модели, а что-то о профиле. Но что-то... В предварительном опросе мы не будем менять предпочтения, да? Да. Такая условность такая. Хотя на самом деле это тоже хороший способ манипулирования, да? Конечно же. Конечно. Ну ладно. Хорошо. Вот. Ну просто для модели как нам получить информацию о профиле, которая была бы достоверной, но не полной. Так. И четвертая? И четвертая функция публичной информации это уже единственный победитель после применения разрешающего правила, после устранения ничьи. То есть это функция публичной информации наименее информативной из тех, которые мы рассмотрим. Вот здесь информативность она убывает вниз. Да. Таким образом вот располагая информацией Пи от П и зная свои предпочтения избиратель строит свое информационное множество. То есть множество профилей всех остальных избирателей которые согласуются с информацией которая у него есть с имеющейся у него информацией. То есть это множество профилей остальных. Ну вот пример для случая с тремя альтернативами тремя избирателями пусть наш избиратель первый первый избиратель имеет предпочтение А, Б, С. С. И применяется функция публичной информации единственный победитель. Пусть нам известно, что победил в результате С. Еще мы знаем, что правило устранения множественности выбора действует вот таким образом. Оно выбирает из А, Б и С альтернативу С. То есть С обладает некоторым преимуществом. информационной множестве все профили возможные, которые в результате дают альтернативу С. По правилу большинства. Да, по правилу большинства получается альтернатива С. Это вот профили остальных. То есть мы вот ставим еще здесь у первого избирателя предпочтение А, С. И вот таким образом видим, что в этом профиле побеждает потому, что у него большинство очков. А дальше идут профили, в которых у нас А, Б и С получают по одному очку. Это ничья. И из ничьи побеждает С по правилу, по разрешающему правилу. то есть мы видим, что мощность множества достаточно большая и здесь неопределенность естественной ситуации. Видим, что это может быть ничья, а может быть уверенная победа С. Но между этими случаями мы не можем различать при данной информации. теперь как манипулирование устроено. Если избиратель имеет стимул к манипулированию при данной функции публичной информации в данном профиле при правиле F, если у нас существует такая стратегия, которая позволяет во всех профилях информационного множества избирателя, ему ситуацию не ухудшить, а в некоторых улучшить для себя. Может быть, просто чтобы достаточно большой доли, чтобы больше половины случаев, скажем, или нет? Нет, достаточно одного. Достаточно одного, где не улучшает, он не станет манипулировать? Да, если есть хоть один, где ситуация ухудшается, то манипулировать он не конечно же, этот кофе никогда не Но как бы разумный вопрос, немножко не такой, как мне представляется. вот он проманипулировал, то есть ПЭС-волной подставил. И если, скажем, в большинстве случаев он лучше будет, ну а где-то иногда хуже, то может быть тоже ему выгодно. То есть какой-то вероятностный аспект здесь можно было бы ввести. Но это я так размышления продолжайте. Да, можно было бы рассмотреть модель, где он считает ожидаемую полезность, так скажем. И если эта полезность положительная, то манипулировать имеет смысл. ну конечно я так отвлекаю. продолжаем. Туда сложнее, да. Вот тут рассматривается простой случай. Хуже не станет, но может стать лучше. Тогда почему бы и не? Вроде бы как. Почему бы и не манипулировать? Ну вот в данном примере здесь обведены в рамочку профили, где станет лучше. В профилях, где у нас С доминирует, большинство очков получает, там у нас нет шансов, но мы не знаем такой профиль или не такой и надеемся на то, что а может быть там ничья. Вот. Ну это вот для конкретно данной функции публичной информации с другими функциями публичной информации там конечно же немножко иначе. ну и логично мы называем функцию в подверженном манипулировании при данной функции публичной информации если существует такой профиль или существует избиратель где у него есть у избирателя есть стимул манипулирования. А вот это обозначение важное вот большая пи под п это множество избирателей которые имеют стимул манипулировать при информации пи профили п то есть таких избирателей у нас может быть много то есть могут быть все избиратели всем избирателям это выгодно но в результате это все получат хуже может такое случиться правила коллективного выбора рассматривались 12 правил коллективного выбора но я их не буду рассказывать все потому что это не не столь важно важна просто общая картинка и мы ее увидим после я только вот правила подсчета очков для них отдельный результат есть правила подсчета очков это класс правил в которых победитель определяется так для каждой альтернативы получает определенное количество очков в предпочтениях каждого избирателя за определенную позицию в этих предпочтениях за позицию 1 1 это то есть наилучшую она получает S1 очков и вот вектор очков PS он таков что очки не увеличиваются от S1 к SM и S1 строго больше чем SM чтобы не получилось стравиально общее количество очков затем считается по всем избирателям в каждом предпочтении мы смотрим сколько у нас очков альтернативно брала и все суммируем вот к таким правилам относятся у нас правила относительного большинства мы за первое место присваиваем одну очку правила ВЕТа это правила в котором мы присваиваем по одному очку за все позиции кроме последней а есть что такое опробовал вотень когда несколько может быть тянется несколько нулей да верно но в данном исследовании у нас проводились численные эксперименты и брали мы только три альтернативы ну как наиболее простой и показательный случай поэтому правила ВЕТа и правила оно спадает и с первым со вторым да а так конечно правила одобряющего голосования тоже входит в этот класс и тоже для него справедлив правила борда ну здесь мы количество очков от м минус один уменьшаем на одну очко каждый раз при снижении позиции за первую м минус один за вторую м минус два очков и так далее но теперь переходим к моделям поведения избирателей вот модель которая базовая наша модель наивного манипулирования м1 мы ее обозначим здесь предполагает что избиратель не думает о других избирателях вообще ну как обычно и ну избиратель имеет стимул манипулировать модели м1 это все равно что он просто имеет стимул манипулировать при информации пи эквивалент за вот такой вот индекс и m мы обозначаем долю профилей предпочтений в которых есть избиратель имеющий стимул манипулировать в модели m при правиле f все-таки поясните пожалуйста вот если неизвестен победитель да по правилу значит ну а если я ничего не знаю про остальных как я могу мы все может состоять манипулирование ну вот в данном примере ну просто поясните как что я могу сделать если я знаю что значит если все будут честны то победитель такой и ничего не знаю конкретно о предпочтениях что я в принципе могу сделать я могу изменить свои предпочтения если кое-что ты все-таки знаешь была введена вот эта функция публичной информации что-то ты знаешь если я что-то знаю тогда тогда я могу предположить но там было как-то сказано или я ослышался или не понял что потребитель ничего не знает кроме вот там правила коллективного выбора и все нет ты еще знаешь скажем победителя знаешь если я знаю правила правила коллективного выбора я знаю победителя вот я знаю победителя и больше ничего что я могу сделать ну вот Юлий говорит построить вот это большое количество профилей там и пытаться нет это я не понимаю в принципе что могу мне это непонятно ну если мы обладаем некоторой информацией о профиле которая представлена результатом опроса если я что-то знаю то мой вопрос снимается вы сказали что ничего не знаю кроме правила выбора или я ослышался не знаю то есть вы предполагаете что все-таки что-то известно то что сообщено функцией публичной информации манипулирование при информации пи но этой информации пи недостаточно что-то еще он знает так каждый избиратель знает информацию пи от п так и больше ничего больше ничего информация пи от пи означает что он знает на самом деле победителя так если информация такова что по ней можно вычислить победителя то да а у нас все все типы публичной информации именно такие по каждому из них мы можем вычислить победителя в наименее информативной функции one winner победитель нам просто дается и ничего кроме победителя во всех остальных случаях информация немножко больше здесь множество победителей здесь если я знаю только еще раз я повторю вопрос если я знаю только победителя и больше ничего каким образом я могу манипулировать победителя при всех профилях вы знаете я знаю я знаю победителя вот положим как в этом случае победителя при всех профилях победитель один во всех я знаю в данном случае у меня конкретная ситуация я знаю победителя что я каким образом я могу манипулировать принять свои предпочтения это я понимаю но из каких соображений ну вот у нас есть множество профилей я могу конечно с этой информацией лучшее что я могу сделать каким-то образом да это если я ничего не знаю а победитель меня не устраивает то я могу поставить победителя на последнее место да больше ничего или что-то еще это зависит от правила каким именно образом мы можем манипулировать в правилах подсчета очков при такой информации нам важно увеличить количество очков у альтернативы которая лучше чем победитель вот если такая возможность есть то стимулы манипулировать есть хорошо спасибо я понял так но если это правило простого большинства никаких очков нету то все что я могу сделать это не голосовать за победителя но это не будет манипулирование потому что оно я и так победитель меня и так не устраивает то есть манипулировать я фактически не могу если я ничего не знаю знаю только победителя то я манипулировать я не имею возможности вы можете проголосовать не за своего кандидата а за какого-то другого нет из этого же ничего не происходит если я не знаю может быть тот кандидат до которого проголосовались нет если я ничего не знаю то я не имею возможности решить как мне менять мои предпочтения нет вы знаете что побеждает тем плохим да все что я могу сделать это не не проголосовать за него но это не является манипулированием потому что он мне и так не нравится ну вот может быть вам выгодно голосовать как это может быть я не могу как в этом примере как мне выгодно нет ну а поясните Юля все таки может быть давайте поясню доставим слово докладчик докладчица она нам объяснит вот давайте рассмотрим все таки четкие ситуации это правила простого большинства я знаю победителя больше ничего могу я манипулировать или нет вот этот пример как раз это и иллюстрирует если у нас правило относительного большинства для него правило манипулирования о котором я здесь не говорю но оно выведено для всех правил подсчета очков нам нужно увеличить количество очков нет давайте безописи сейчас сейчас у альтернативы лучше чем победитель я специально сказал никаких очков нету есть правила простого большинства вот там тоже увеличивается количество очков если мы на первое место поставим альтернативу б как здесь вот у нас у нас да предпочтение а б ц у избирателя первого а не побеждает и он знает что для а он уже сделать ничего не может но возможно я же не знаю на самом деле какие предпочтения я предпочтениях ничего не знаю но свои то мы знаем только свои и знаем знаем результат голосования и вот результат победителя и все да вот это множество профилей всех остальных избирателей которые согласуются с этой информацией с тем что победитель c вот они да то есть c может побеждать большинством а может побеждать в результате разрешения ничьи в результате в результате устранить правила устранение множественности давайте рассмотрим случай когда ничьей не может быть почему-то вот правило такое что она не допускает ничьих нет нет если если бы не было ничьих то результаты в принципе те же самые были бы но с небольшими там сдвигами потому что ну вот в данном случае в случае с тремя альтернативой с тремя избирателями таких примеров манипулируемых не будет только на ничья на ничье построен а понятно а а а если это не три избирателя и нет ничьих а там десять избирателей то же самое же не будет почему а нигде не присутствует в профилях для правила для правила относительного большинства возможно да не будет и для другого количества избирателей потому что можем увеличить количество очков только на один ну короче говоря значит манипулируемость возникает за счет того что значит возникает ситуации безразличия близкое к ничье да когда можно манипулировать когда очень шаткое положение вот этого победителя если у него он твердо побеждает там 90% тогда конечно но манипулирование тут чтобы существовал профиль так сказать и так далее так что в данном случае манипулирование это вот В предлагать В да чтобы не победил да в данном раскладе да почему здесь нигде нет вот когда А А вместе с С на первом месте присутствует вот когда у П2 там А вот почему почему вы их не представили у вас только либо ЦС потому что если бы если бы здесь еще у одного избирателя было бы А на первом месте А С да А побеждало бы А побеждало бы но информация у нас о том что победитель С у нас же вообще никакой нет информации нет почему вот нет почему не рассматриваются профили где А на первом месте вот вопрос почему не рассматриваются где А на первом месте мы знаем что победил Ц я и говорю да потому что это пример построенный для вот таких вот данных мы знаем что победил Ц победитель Ц ну и что при этом у кого-то А может быть А на первом месте у нас у нас тоже А у первого избирателя еще дано то что если бы еще у кого-то были бы А то А победило бы да понятно понятно да 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 это когда много так это такая ничтожная часть что мы ничего не знаем это именно случай когда где три избирателя если было бы тысяча это ничего такого не получилось наверное понятно понятно в данном случае да и нужно значит голосовать за Б вот в данном случае чтобы так сказать это не выбрать С значит нужно голосовать за Б да и считается что Б да что Б лучше чем С для первого избирателя да вот это его правильный выбор при манипулировании да вот так да надо понимать да и ему в некоторых профилях его информационного множества в некоторых возможных ситуациях станет лучше в в других не поменяется ничего но не поменяется и ладно но в некоторых то лучше станет и это вот количество профилей в которых станет лучше это вероятность что учитывается в вероятности успеха манипулирования она может быть очень маленькая на самом деле информационное множество огромное а вероятность получить успех вот то что здесь обведено фиолетовым доля таких профилей может быть очень-очень маленькая при том ведь эта информация она же наверняка немножко не точная вот как объяснить что он знает что победит такой это наверное все таки вот реальность вот мы продвинемся вперед немножко потому что она хотела нам показать числа вероятности вот эти была идея учитывать еще и да неточность возможную публичной информации но это уже такие такие модели должны быть да понятно понятно так ну вот это у нас модель первая наивного манипулирования когда мы не учитываем возможные действия других избирателей просто есть только неполная информация неопределенности относительно действий других нет ну это то что уже уже было ранее получено просто про проиллюстрировать какие это значения что что получается при добавлении неполноты информации это полная информация наивное манипулирование базовая модель вот числа да то есть манипулируемость определенная точная вот у нас есть профиль мы манипулируем достигаем результата в этом профиле правда не учитываем что остальные могут делать значение индексов ну вот видите где-то между 0.1 0.04 а что по 7 координат здесь да извините конечно здесь по оси x у нас количество избирателей избирателей вычисление сделано для трех альтернатив трех альтернатив да вот у вас же пример как раз было 3 тут его нету да здесь есть 2 и 4 вот он между 2 и 4 а здесь для двух что ли нет не все отмечено вот это для трех ну и правила относительного большинства здесь вот пунктир вот вот так так подойдите значит а по оси ординат вероятность это доля манипулируемых а доля манипулируемых то есть вот при как раз получается у вас что при большинстве больше всего да ну да но его на самом деле вот перебивает правила порогового агрегирования вот на на втором графике на одном просто все графики слишком много поэтому они разделены на два в общем мы видим что даже самые лучшие правила где-то 10 10 процентных случаев ну вероятность манипулирования где-то 10 процентов ну вот что происходит с долей манипулируемых профилей когда мы уменьшаем количество информации вот мы перешли к информации типа ранг значение мы видим извините а вот на этом графике у нас какие-то есть сверху ограничения стремиться куда-то вот если растет как-то непонятно ограничение конечно же ограничение единица это понятно вот этого нам понятно а вот все-таки больше для каждого из них есть какие-то пределы или нет ну пределы есть конечно же ну есть какие-то результаты ну вот мои результаты касаются вот этих вот функций публичной информации а ну для этих а которые вот лучше неизвестно они подходят к единице или нет когда очень много участников вот вот эти нет но более низкие более низкие да интересно подходит ли я точно не знаю вот эти вряд ли вот но вот для случая информации информация о единственном победителе победителе после устранения множественности выбора мы видим что почти все индексы для всех правил да они стремятся к единице для правила относительного большинства и для правила борда это доказано что предел единица вот доказано еще для другой функции публичной информации о множестве победителей кое-что ну там графика несколько между вот этим и вот этим но мы видим что главное что индексы возросли и более того стремятся к единице ну вот этот результат был в предыдущей работе мы и описан почему так происходит просто из-за того что мощность информационного множества увеличивается с уменьшением информативности функции публичной информации и так как мы не знаем точно что именно ну добьемся ли мы успеха мы манипулируем даже если в небольшой доле успех достижим во всех остальных может ничего не произойти и ничего не ухудшение не должно а ухудшение не должно ни разу ухудшение не должно быть ухудшение не будет это же мечты а на самом деле оно будет потому что другие тоже будут манипулировать но это ты забегаешь вперед да вот и манипулировать имеет имеет смысл вроде бы как в почти в 100% случаев если у нас количество избирателей растет но вот здесь важно что еще что если мы будем рассматривать другой индекс где будем учитывать успех манипулирования вероятность успеха то есть в профиле не только кто-то хочет манипулировать но еще и добьется чего-то желаемого результата то вот эти то тогда индекс вот такой уже будет стремиться к нулю ну естественно да но этот вопрос в этом исследовании не рассматриваем но имеем это в виду что за большим значением может скрываться на самом деле успех манипулирования очень маленький то есть влияние этого этого и хорошего манипулятора на голосование на самом деле очень небольшое модель модель 2 пусть избиратель теперь учитывает что другие тоже могут манипулировать но естественно у каждого избирателя есть множество стратегий манипулирования мы говорили раньше о том что вот если существует такая какая хоть одна какая-нибудь то станет лучше есть стимул но у каждого избирателя по факту их этих стратегий несколько с помощью которых можно манипулировать и здесь вот возник вопрос как с этим как с этим быть то есть возникает еще одна неопределенность относительно того а какую стратегию выберет избиратель но для простоты мы просто взяли и ограничили и сказали что пускай каждый избиратель выбирает одну какую-то стратегию ну каким образом ее выбрать ну пускай это будет стратегия которая приводит к достижению наилучшего результата из возможных вот и эта стратегия для каждого избирателя обозначается вот П ИТ с волной профиль в котором все избиратели которые имеют стимул манипулировать манипулируют обозначается за профиль П с волной то есть мы просто ставим волну и обозначаем тем самым обозначаем что здесь все манипулируют кто из множества П большое от П это за множество его так сказать все знают или считают что вот как он избиратель про других знает кто будет манипулировать в каждом профиле но он же имеет множество профилей в своем информационном множестве то есть он должен за всех проанализировать на вычислительной машине вот как они будут да да ну если даже вот он будет это делать мы сейчас покажем что не имеет смысл это делать но даже если будет считать то вот вот так и мы говорим что избиратель и имеет стимул манипулировать при данной функции публичной информации в модели 2 если выполняются условия вот существует такая стратегия п с волной п и т с волной что избиратель имеет стимул манипулировать с помощью этой стратегии в модели 1 ну то есть при полной при полной не полной информации в базовой модели он имеет стимул манипулировать с этой стратегией и если вдруг все остальные тоже станут манипулировать то применение применение этой стратегии не приведет к худшему результату чем ее неприменение а если не все вот а если не все это модель 3 но здесь предполагается что они не договариваются а все как бы действуют по заранее согласованной программе а может они могут между собой договориться нет подождите это вы уже выходите за рамки а это модель 4 совсем да насчет договора здесь не идет речь конечно это совсем другая ситуация да так все-таки результат состоит в чем что манипулирование бессмысленно здесь да ну сейчас перейдем значит результат если все остальные манипулируют и становятся хуже то стимул пропадает в модели 2 значит вот вот это предложение 1 это просто результат наследования нулевого индекса манипулируемости ну просто следствие определения из определения если у нас в модели 1 0 то в модели 2 тоже это у нас результаты вычислений показывающие разность между моделью 2 и моделью 1 насколько у нас уменьшается доля манипулируемых профилей при полной информации вот то есть если мы знаем что учитываем что другие тоже могут манипулировать так в условиях полной информации да насколько это уменьшит у нас количество манипулируемых профилей то есть вот в базовом варианте то есть на самом деле сокращение сокращение манипулируемых профилей видите очень небольшое для всех а если не полная информация вот а если не полная информация то это влияние уже более значительно потому что мы же не знаем что именно у нас и риск получить хуже он разрастается с ростом информационного множества так это у нас результат вычислений для ранга для функции ранжирования в модели 2 мы видим что здесь уже у нас появляются нулевые индексы манипулируемости и в частности вот правило это отличается этим оно практически сразу становится неманипулируемым для этого правила первый вот результат на эту тему для неполной информации был доказан в работе Рейнхут Эндреса что оно неманипулируемо если у нас имеется информация о единственном победителе вообще и вот как показывают вычисления даже вот для неполной случайным образом нули расположены или пока то четный нечетный то делится на три то вообще непонятно для каждого правила да по-своему вот здесь так вот сказать в общем для всех для всех нельзя здесь картинка очень пока что не ясна ну вот если мы перейдем к информации еще менее информативной извините за тавтологию информация о множестве победителей мы видим что неманипулируемых случаев у нас становится сразу больше и для многих вот здесь очевидно ну для мажоритарных да правил не только очевидно чередование индексов нулевого и ненулевого причем ненулевой индекс он может возрастать с ростом как следствие увеличения информационного множества вот для многих ну для некоторых правил ну нулевая манипулируемость наступает после определенного количества избирателей вот а если у нас информация о единственном победителе то здесь неманипулируемых случаев гораздо больше вот нужно проследить ну и модель третья модель третья в которой мы который избиратель учитывает что манипулировать могут не все кто имеет стимул а некоторое подмножество множество п от п тех кто имеет стимул вот и определение такое же избиратель имеет стимул манипулировать в модели три если он имеет стимул манипулировать модели один и эта стратегия с волной позволяет ему не получить худший результат чем не применение этой стратегии если будет манипулировать какое-то множество избирателей имеющих стимул манипулировать то есть если вот кто-то манипулирует еще и мне лучше вместо того чтобы эту стратегию применять промолчать и не применять ее тогда стимул пропадает то есть я проманипулирую и станет хуже тогда лучше не буду в любом может приходь каком то хоть в каком то станет хуже то пропадает ну вот предложение 2 это наследование нуля из модели 2 в модель 3 уже следствие определения здесь проиллюстрирована разность между моделью 2 и моделью 3 насколько добавление вот этого аспекта что манипулировать могут не все то есть неопределенность еще выше насколько вот эта неопределенность у нас добавляет уменьшает индекс манипулируемости в условиях полной информации только неопределенность а что значит не все какой-то процент что ли вот там какое-то подмножество какая-то граница так сказать вот половина четверть какое-то подмножество какое-то непонятно какое ну непонятно какое любое любое подмножество любое подмножество да а если я подмножество знаю знаю То есть предполагается, что я знаю по одному. Я имею множество профилей в информационном. В каждом профиле есть свое множество манипулирующих потенциальных избирателей. Я смотрю, если вот эти двое проманипулируют тоже, то станет не очень хорошо для меня. Вот, а всего манипулирующих может быть много человек. Может манипулировать, то он будет обязательно манипулировать в предыдущей модели, да? Может манипулировать, а может нет. В модели 2? В модели 2? Нет, в модели 3. В модели 3 я знаю множество избирателей, которые могут манипулировать. Я множество знаю. И вот из этого я и принимаю решение, манипулировать или нет. Да. Понятно. В каждом возможном случае я знаю, кто имеет стимул манипулировать. И он обязательно реализует эту манипуляцию. Нет, это не обязательно. В модели 3 может не обязательно. В модели 3 не обязательно, а в предыдущей модели обязательно. Если у него есть стимул, то он просто обязан манипулировать. Да, а в предыдущей избиратель думал, а если все сманипулируют, что тогда будет? У кого есть стимул. Все, у кого есть стимул. Да, все, у кого есть стимул. А здесь могут не все. Так, ну вот это влияние только неопределенности относительно количества манипулирующих. Вот. А это результаты вычислений для модели 3. И наименее информативной FPI, функции публичной информации. Вот здесь фиолетовые нули – это то, что добавилось при переходе от модели 2 к модели 3. То есть мы видим, что для всех правил, кроме правила Коупленда, есть такое количество избирателей, начиная с которого будет нулевая манипулированность. То есть все стимулы пропадают, если мы вводим вот такую неопределенность. Ну и есть еще два небольших теоретических результата. Первый небольшой. Если у нас Пи штрих не менее информативно, может быть более информативно, чем Пи 2 штриха, то тогда для любой модели поведенческой, для избирателей, для любого правила F, любых М и Н, если у нас для этой функции публичной информации Пи штрих, которая не менее информативна, ноль, то и для Пи 2 штриха тоже ноль. Юля, а вот здесь имеется в виду для любого правила? Правила очков или вообще для любого? Для любого правила. Да? Да. Ну, это тоже не очень сложно. А вот теорема 1 для правила подсчета очков доказано, что вот для правила подсчета очков, для любого М найдет, для любого количества альтернатив найдется такое количество избирателей Н со звездочкой, что для всех избирателей больше, чем Н со звездочкой. Вероятность манипулирования в модели 2 – ноль. Ну и как следствие в модели 3 тоже ноль. Вот что мы здесь вот тоже видим для модели 3 и для модели 2. Тут даже не вероятность, а просто чистый ноль. Ну, вероятность имеется в виду как доля. Доля, да. Здесь бывает очень часто чистый ноль, как ни странно. Да, чистый ноль. Чистый ноль. Вот. Манипулируемость нулевая. Вот. Ну и основные выводы. Ну, я уже здесь обо всем, почти обо всем говорила. Про вычисления. Мы сделали вычисления для четырех типов публичной информации. 12 правил коллективного выбора впервые. Учитывалась неполнота информации одновременно с неопределенностью относительно действий других избирателей. И, ну, в конце хотелось бы вот еще что заметить, что здесь мы рассматривали долю профилей, где имеется избиратель, имеющийся тему манипулировать. И мы говорили о том, что вероятность успеха, на самом деле доля профилей, где его действия к чему-то приведут, еще меньше и значительно меньше. Чем менее информативная функция публичной информации, тем значительней вот эта разница между ними. То есть вероятность успеха еще меньше. Вот то, что мы здесь видим, вот эти вот цифры 0,71, 0,57. Вероятность успеха, да, доля профилей, где будет какой-то результат от манипулирования, еще меньше. И, скорее всего, очень маленькая. Здесь мы это не учитываем, но можем иметь в виду. И, кроме того, если еще учесть, что на самом деле видов неопределенности может быть еще больше, то есть неопределенность относительно выбора стратегии, неопределенность относительно того, как именно они сманипулировают, договорятся ли, объединятся ли в коалиции и так далее, и так далее, то неопределенность возрастает гораздо больше. И получается, что манипулируемость как проблема в целом, она не так уж на самом деле и значительно. Потому что если мы вот эти все аспекты учтем, то возможностей как-то повлиять действительно на результат очень-очень мало становится. И на самом деле количество случаев, где это возможно, эти манипулирования действительно, которые приведет к результату, это небольшое количество случаев с малым количеством избирателей и небольшим количеством альтернатив. И эти случаи, естественно, лучше, конечно, рассматривать по отдельности уже напрямую, вот конкретно вот с данной ситуацией, да, что у нас будет. И, естественно, лучше, наверное, рассматривать с теоретикой игровой тогда точки зрения такие ситуации, где у нас есть прямое влияние игроков на ситуацию. Лучше назвать их тогда уж игроками. В большей части случаев мы видим, что даже две неопределенности, очень простой, вроде бы как, модели с упрощениями. Это приводит к нулю. Хотя, естественно, можно сделать не такие жесткие требования к манипулированию, и тогда, может быть, что-то поменяется. Но в целом, я думаю, что результат вот такой. Спасибо за внимание. Буду рада ответить на вопросы. Спасибо за доклад. Можно вопрос? Да, давай. У меня, значит, второй вопрос. Значит, если мы вместо в определении манипулируемости, вместо найдется хотя бы один, ставим найдутся хотя бы там два, три, четыре, которые в коалиции могут путем манипулирования добиться чего-то. Как это повлияет на выводы, как вы думаете? Ну, тогда, если нужно больше профилей для того, чтобы нам у нас был стиль манипулировать, то это сложнее. На самом деле, нет, нет, не нужно больше. Это же больше возможностей. Они могут договориться о том, как они будут манипулировать и добиться чего-то лучшего для всех, как бы. Ну, вот в этом смысле. Наверное, это больше возможностей дает. Для всех или для себя, между взглядом? Для всех в коалиции. Манипулировать. Да, конечно. Для всех в коалиции. Это дает больше возможностей для манипулирования, правда? Да, если коалиция рассматривается, то даже при простых предпосылках на их действия упрощающих, конечно, возможностей больше. Но исследовался этот случай или пока еще нет? В коалиции я рассматривала в условиях неполной информации, но там простой такой случай, когда они все имеют одинаковые предпочтения и все обязательно голосуют одинаково. Я понял. Нет, но все-таки, конечно, нужно рассматривать случаи, когда их предпочтения разные, но у них есть возможность договориться о манипулировании. Да. Это пока не рассматривали. Да, это расширяет, конечно, возможности. Хорошо. И второй вопрос, и другой немножко. Опер, чуть-чуть. Вот все-таки, насколько я понимаю, в реальности манипулирование, ну, довольно обычная вещь. Если у меня есть несколько альтернатив, скажем, я голосую за партии А, Б, С. Мне нравится партия А, но я знаю, что шансов у нее на выигрыш нет. Когда я буду голосовать за Б, так сказать, в этом, и я думаю, что Б может получить большинство, но я буду голосовать за Б, и в этом манипулировании никакого негативного оттенка нет. Это естественное поведение. Поэтому в жизни, мне кажется, это должно быть довольно часто. Вот вопрос у меня, собственно, такой. Изучалось и такой вопрос. Как ведут себя реальные избиратели в смысле манипулирования? Вот какие стандарты здесь поведения? Насколько часто вот эти разного рода соображения заставляют их отклоняться от их исходных предпочтений? Мне сложно сказать, насколько часто в реальности я не проводила опрос, но я сама тоже так делаю, конечно же. Разумеется, это каждый знает. Нет, вопрос такой, что это, казалось, простые социологические опросы. Это нужно построить анкету и по-умному, конечно, так сказать, и провести соответствующий опрос, чтобы понять, как реально ведут себя люди. Вот этого не делалось. Никто не проводил такие опросы. Не знаю. Но знаю, что умное голосование – это тоже в некотором... Нет, но умное голосование, если вы используете термин, который использовался в нашем прошлом, это умное голосование, на самом деле, оно подлое голосование, потому что оно было направлено против других оппозиционных партий реально, а вовсе не до этого. Но это бог с ним, это уже детали. Но насколько часто, конкретно против яблока просто на самом деле. Да, но, значит, вопрос все-таки именно, неужели не нашлись там люди, которые с анкетами пошли к избирателям и спросили, дали ли вопросы, которые позволили выяснить, какие стратегии они здесь используют? Нет такого, да? Вы не знаете про это ничего. По-моему, как раз для этого опробовал вотенько и созданное, кое-где применяется. Там вы можете голосовать и за то, и за то, и тогда... Да, конечно, да. Можно отделить свои голоса между партиями в некоторых случаях. Один кандидат может быть кандидатом нескольких партий, такие есть, тоже примеры политические системы. Ну, хорошо, да. Ну, ты представь себе, как этот опрос можно было бы, ну, как бы, организовать. Спрашивают, вы всегда честно голосуете за того, ну, так как проверить нельзя, каждый скажет, да, и, конечно, я честно голосую. Ну, конечно, конечно, ни один социолог такие вопросы задавать не будет. А как это? Схитриться? Человека надо поставить перед конкретной ситуацией. Ну, например, предположим, что и так далее. Да, вот есть три... Так, как я сказал, есть три партии, вы любите партию А, да, но на самом деле большие шансы, если что выиграть, партия Б. И будете вы настаивать, так сказать, голосовать за партию А или все-таки за партию Б? Это некоторые, на самом деле, дилемма. Человек, ну, как бы, проблема, ну, некоторой совести и, так сказать, эффективности, да, здесь возникает дилемма. По совести я бы хотел проголосовать за партию А и могу рассуждать так, что если партия А получит, пусть она проиграет, но получит большое количество голосов, это все-таки, значит, в ее пользу. Вот, а могу рассуждать и иначе, но какой смысл голосовать за А, если она все равно проиграет, я буду голосовать за Б. То есть это не пустой вопрос. И этот вопрос, естественно, можно задать совершенно. Виктор Меоргиевич, можно мне сказать? Да, конечно. Это Владимир Иванович отвечает. Ну, не важно. Владимир Иванович, можно? Добрый день всем. Я как-то не успел поздороваться вначале. Значит, здесь, на самом деле, ситуация гораздо более тонкая. Дело в том, что все зависит еще и от контекста, понимаете? Ну, конечно. Если это, условно говоря, голосование реально за партию, понимаете, то есть реальные голосования, то слово честно или нечестно, это не так важно. Если я… Ну, вот пример классический, который я очень люблю приводить, когда вот в выборах 90-го, сейчас не вспомню, третьего, по-моему, года наших, значит, везде говорилось о том, что победит, значит, партия Гайдара, это после вот этих самых шоковой терапии, никогда партии не побеждают. Но везде говорилось, что победит. С подавляющим преимуществом все хотели, чтобы в парламенте была оппозиционная партия. И Жириновский в этой ситуации подошел как нельзя лучше. И Жириновский был талантливый человек, он умел, так сказать, это самого убеждать. Вот, 24 с лишним процента голосов. Отравились, а не повлиял ли на исход расстрел парламента, который предшествовал этим выборам? Там вот еще в чем дело было. Да-да, это ровно так. Но не важно. Ну, не важно, да. Сейчас давайте еще одну вещь скажу, так сказать, это самое. Вот то, что вы сейчас сказали, это, возможно, было бы очень интересно реализовать в экспериментах. Но вот такие контекстные соображения, как там реализовать в экспериментах, которые бы экстраполировали бы вот эти наши представления именно в партийных голосованиях, я, честно говоря, даже не знаю. То есть, локально такой эксперимент, как построить, это я понимаю. А вот как это вот транслировать это на вот партийное голосование по партийному, так сказать, вот за партией в большой парламент, допустим, это, я думаю, что это почти невозможно. Ну, это, я не знаю, я так не думаю. На самом деле все индексы, которые используются, они не учитываются, ну, по большей части контекста не учитывают. И тем не менее, они информативны. Это вопрос о том... Они информативны, конечно. Вопрос о том, как человек решает вопрос, проблема между, так сказать, ну, совестью и эффективностью, вот так, если группа говорит, это некоторые свойства, свойства человека. Ну, хорошо, давайте вперед. Когда я на мехмате учился, у нас, знаете, поговорочка была такая, а совесть, ответ был, а совесть это что такое? Такое маленькое и черненькое? Ну, да. Ну, все-таки, я верю, что не очень маленькое и не совсем черненькое, да. Да. Хорошо, еще вопросы? Сейчас. Можно спросить, да, вот как бы немножко повторяю то, что уже спрашивали. Значит, если у нас известны, значит, количество, количество победившей альтернативы, количество следующей, количество после следующей, ну, например, там первое, там, скажем, 3-4, там какое-то ограниченное количество. Вот такая модель, значит, как, так сказать, в условии, при такой модели, как манипулирование проводить? То есть, понятно, что если первое там очень сильно оторвалось, значит, следующее там где-то уже, так сказать, слишком низко и так далее, там весь хвост плохой, то там как ни манипулируешь, все равно ничего, наверное, у тебя не получится. А если, так сказать, они где-то близки, вот первое, второе, третье, вот такая, изучалась вами, значит, вот модель или что-то? Да. То есть, вот предположим, что… Что-то у вас было, по-моему, там, когда все количество известны, что-то у вас выписывали такую модель, по-моему. То есть, предположим, что количество, известно количество на… Количество. Количество альтернатив на первой ступени, на второй ступени, то есть ранжирование фактически или нет? Да, ранжирование, ну, какое-то ограниченное там, начальный, так сказать, список этого ранжирования. То есть, знаем ранжирование, но не полностью. Например, две, первую и вторую. За первую столько голосовать, ну, при опросах, там, я не знаю, со вторую столько. Что в этом случае делать? Это получается, что такая функция публичной информации, если бы мы ее рассматривали, она стоит по информативности своей между множеством победителей и полным ранжированием. То есть, это что-то промежуточное между ними. Промежуточное, да. Если нам еще известно, насколько они друг от друга оторвались, например, в количестве очков, это уже дополнительная информация, и тут уже сложно сказать, потому что вроде бы как мы с одной стороны информацию уменьшили, с другой увеличили. Ну, приблизительно, я думаю, будет то же самое, что вот, ну, для, между, скажем, профилем и рангом. Ну, вот, где-то в промежутке между ними рассматривала я и другие функции публичной информации между профилем и рангом, но, конечно, такой нет. Но что-то между, между, между ними. А это ведь реально, при голосовании за партию, это вот реально, что какая-то там слишком низко, какая-то близко, какая-то в середине. Нет, вот я не знаю, Фуат это имел в виду или нет, когда говорил, что голосование за партию, это немножко другая проблема, потому что при голосовании за партию, там важно, сколько голосов получит эта партия, то есть сколько мест там в парламенте. Это не то, что просто выбор какого-то конкретного кандидата, типа президента. А тут важно чуть-чуть пройти через сито, да? Вот, ну, у меня, ну, как бы не то, что вопрос, а, ну, можно сказать, что и вопрос. Я только хочу сказать, что не следует требовать от Юли, чтобы она рассказывала только про свои результаты. Можно спрашивать вообще, как, что известно вообще в мире. Так вот, если мы как бы допускаем коалиционное манипулирование, то здесь возникает вопрос о том, что нужно эту коалицию как-то организовать. То есть кто-то должен узнать, что вот эти люди, ну, как бы могут, хотели бы какого-то конкретного там кандидата протащить. Кроме того, нужно организовать, как им манипулировать, то есть какие профили. И для этого нужна действительно какая-то организация. Владимир Иванович, можно я здесь? И эта организация, она должна, ну, как бы проявить себя в этом информационном пространстве. И это будет видно, что вот есть какие-то там люди, которые пытаются там изменить исход выборов, повлиять и так далее. Давай, Влад, четко. Да, значит, там по коалиционным делам, там есть две модели, реально, значит, когда у всех членов коалиции первые, вот, первые, ну, лучшие, лучшая альтернатива одинаковая. И когда, значит, там могут быть и предпочтения одинаковые. На самом деле, там есть еще версии. Вот если это интересно, то у нас тоже есть работы на эту тему, и, может быть, имеет смысл рассказать довольно много чего-то там сделано. Вот, может быть, имеет смысл рассказать. Ну, я думаю, что имеет. Да, там свои проблемы, но в любом случае это вот все-таки именно голосование с точки зрения вот понимания партии, так сказать, или голосование в малых группах, скажем, там, в совете директоров, допустим, да, банка. Они все-таки, там можно манипулировать, но по существу там разная ситуация. И вот как больших вот этих во всеобщих голосованиях, как моделировать, вот, опросом это не выяснишь, как вот вы сами только что говорили. Значит, а как это вот сделать какие-то эксперименты, это выяснить, я, честно говоря, даже не очень понимаю. Но то, что, понимаете, манипулирование возможно, это еще древние греки знали. Вот так и все, тогда, если действительно у вас есть возможность выступить с вопросом, с проблемой коалиционного манипулирования, это было бы здорово тогда, может быть, вы пришлете мне там название и аннотацию. Ну, и мы поставим этот доклад, может быть, я не знаю, удастся в этом году или в начале следующего года. Ну, я думаю, это просто у нас, это Даниил Александрович Коробикян выступит. Или кто-то... Да, хорошо. Хорошо, если вопросов нету больше или кто-то хотел бы, если нет, тогда Виктор Мейрович подведет. В общем, если хочется эффективно манипулировать, обращайтесь или к нам, или ко мне, или к Юлю. Да, понятно. Ну, что, нет, ну, по-моему, очень интересный доклад, действительно, так сказать, громадная работа, впечатляющие результаты. Ну, вот, что бы хотелось здесь, значит, уже здесь упоминалось, что бы хотелось видеть дальше. Ну, вот, про коалиционные манипулирования здесь было уже много сказано, мне кажется, это очень важная вещь. Ну, и, может быть, более важная или, так сказать, самая важная, вот это, как всегда, да, перейти все-таки от абстрактных математических моделей к какой-то реальности. Вопрос о том, за какую партию вы, так сказать, проголосуете, он имеет смысл в некоторых ситуациях, когда, скажем, партия, получающая большинство, она формирует правительство. В других ситуациях, может быть, это не столь актуальный вопрос. Тогда зададим вопрос другой. Пусть у вас есть три кандидата в президенты. А, Б и Ц. Да? Вот, значит, вот вы предпочитаете А, но вы знаете, что А малые шансы, а, значит, большие шансы у Б. Вы, так сказать, за кого будете голосовать? За А или за Б? За Б, конечно. За кого? За Б. Нет, очевидно. Совсем нет. Я, например, в некоторых случаях в таком роде ситуациях голосовал за А, тем не менее. Потому что число голосов, которые получит кандидат, он на самом деле тоже имеет смысл и скажется и на его престиже, на его будущем и так далее. То есть это не пустой звук. Единственное решение нетривиальное в действительности. Теперь, можно было бы провести эксперимент в два этапа. Вначале, значит, опросить людей до выборов, значительное, так сказать, на некотором, ну, заранее. А потом посмотреть на результаты голосования и сопоставить. И таким образом мы можем уже, значит, предположить, что люди, да, люди голосовали вот определенным образом. То есть мне кажется, что, ну, вообще изучение того, как люди голосуют, вот, каким образом они, что называется, манипулируют. В слове манипулирования есть негативный оттенок. А на самом деле, да, так сказать, здесь, в общем, ничего негативного здесь нет. Это вопрос о рациональном решении просто-негативном. Вот мне кажется, что в этом направлении, безусловно, можно сделать много интересного и сопоставить теоретические результаты. Вот с этими результатами опроса было бы крайне интересно. Кстати, может быть, чтобы, что из результатов опросов, так сказать, из попытки, ну, как-то исследовать реальность, могут возникнуть и другие постановки задачи. То есть я всячески вот так, значит, призываю к тому, чтобы вот эта интересная, очень действительно глубокая теория, чтобы она как-то, значит, получила какие-то связи с реальностью. И это, мне кажется, вполне можно сделать. Еще раз большое спасибо за доклад. Значит, в следующий раз у нас, как обычно, через неделю выступают Кирилл Юрьевич Борисов и Михаил Александрович Пахмин из Европейского университета в Санкт-Петербурге. Да, и, значит, третий у них автор, который, я не знаю, он вряд ли будет выступать, по фамилии Уэндер из университета Грасса. Значит, тема такая – оптимальность и равновесие в моделях экономического роста с гиперболическим дисконтированием. Но здесь вот очень интересно, что, ну, рассматривается такая модель Рамсея, как раз где не экспоненциальное дисконтирование, а гиперболическое. Это уже интересно. Но они используют очень интересную предпосылку относительно того, что делает в данном случае агент, да, гиперболическое дисконтирование делает его, как бы, предпочтения во времени несогласованными, да, зависящими от момента, когда он принимает решение. Так вот, здесь используется кантианская теория, да, теория, о которой здесь рассказывалось. Значит, уже вот у нас были обсуждения и этой теории кантианской. Ну, и они используют вот эту идею кантианской оптимизации. В общем, мне кажется, это будет очень-очень интересно. И, в общем, приходите. Всем еще раз спасибо, докладчицы, и всем спасибо за участие. Всего-всего доброго. До следующего семинара. Пока. До встречи. Пока. До встречи. Всего доброго. Не забудьте в следующий раз. Спасибо всем. Пока. До свидания. А, это Марк? Да. Давно тебя не видел. Правда, Кира Борисова еще давнее. Ты знаешь, я с Кирой разговаривал на днях. Был, как бы отмечали 30-летие, я бы сказал так, доклада Киры Борисова, с которого начался, как считается, экономический факультет в Европейском университете. И Кира делал большой доклад в Петербурге онлайн. И я был, и вроде бы его даже вывесят.